Жители и гости Самары собрались на Площади Слава в рамках акции «Крымская весна». Ее посвятили 9-летию вхождения Крыма и Севастополя в состав России. К участникам акции обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил собравшимся о событиях, которые происходили в стране 18 марта 2014 года. Мы обеспечили возможность нашим соотечественникам, нашим братьям в Крыму проявить свою волю, провести референдум. И они приняли решение. Они вернулись в родную гавань, в Россию. И мы сегодня вместе, вместе с Крымом, вместе, вместе с Севастополем. На экранах мультимедийного комплекса «На склоне» работала цифровая выставка. В ее основе тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых объектах, которые появились на полуострове и в Севастополе с 2014 года. Действовали тематические выставки. На одной из них гостям фестиваля представили образцы российского вооружения. Каждый желающий мог сфотографироваться с ними и даже разобрать и собрать знаменитый автомат Калашникова. Рассказывали гостям и об артефактах ушедших времен. Самарский поисковый отряд «Сокол» показал экспозицию предметов, найденных в Смоленской, Тверской и Ленинградской областях после Второй мировой войны. «В нашей экспозиции на площади Славы представлены личные вещи бойцов немецких и, естественно, советских. Также представлены у нас образцы вооружений». Во время фестиваля участники также могли написать письма бойцам на передовой. Весточки передадут представители одного из благотворительных фондов Самары. «Написала небольшое послание, пожелала здоровья, выдержки, ну и выросла слова благодарности». «От всей души я желала им скорейшего возвращения домой и чтобы у них в дальнейшем была любовь». «Я написала, что это большая гордость находиться там, что этого солдата ждут, чтобы он помнил, что за ним тысяча жизней». Объединил самарцев и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Всем желающим помогали волонтеры. Готовые изделия отправят самарским бойцам в зону спецоперации. «Чтобы наши бойцы почувствовали, что мы рядом, Самара надежный тыл, и мы их никогда не бросим и всегда будем поддерживать. Сюда пришли мы для того, чтобы своими руками вложить что-то в это общее мероприятие и принести пользу». Заключительной частью фестиваля стал праздничный концерт. Самарские артисты исполняли известные хиты и полюбившиеся современные песни. «И не важно, какая погода, Дружба одна на всех, Дружба одна на всех». Михаил Ермольенко, Константин Головин. «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова